Добрый день, дорогие друзья! Если попросить вас называть самых опасных, на ваш взгляд, преступников, то кто вам придет на ум? Ну, думаю, что какие-нибудь террористы, убийцы, насильники. Может быть, и эта специфика нашей страны, какие-нибудь казнокрады. А кого считает самым опасным преступником российская власть? Анастасия Шевченко, мать-одиночка, которая содержит троих несовершеннолетних детей и свою пожилую маму. Вы обратили внимание, сколько полицейских конвоируют Настю? Не поленитесь, посчитайте. Их шесть. Шесть человек на одну женщину. Не так давно в московском городском суде слушали дело так называемой банды ГТА. Выходцы из Средней Азии основали в Подмосковье такой небольшой ИГИЛ. Убивали и грабили водителей. На счету у банды ГТА десятки убийств и разбойных нападений. Во время суда бандиты из ГТА сумели освободиться. Завладели оружием и устроили перестрелку. А все потому, что пятерых убийц охраняли только двое конвоиров. Двое. Пятерых. А не шестеро. Одну Настю. Вот что такого сделала Настя Шевченко, чтобы оказаться для властей в 15 раз опаснее, чем банда исламистов? Может быть, Настя ответственна за какие-нибудь жуткие коррупционные преступления? Например, за повышение тарифов на железнодорожные билеты. Может быть, она построила на вырученные деньги шубохранилище, как друг президента, господин Якунин. Или, может быть, она купила 100-метровую яхту, охотхозяйство, собственный аэродром под Москвой, эскадрилью вертолетов для поездок на охоту, как еще один друг нашего президента, господин Сечин. Или, может быть, она угробила кучу людей по всей России из-за нехватки ресурсов на медицину, на ЖКХ, на нормальные дороги, на пенсии. Тех ресурсов, которые присвоили или, извините, просрали остальные вороватые и некомпетентные друзья президента. Нет. Настя совершила куда более страшное преступление. Она участвовала в дебатах в Таганроге. Были любые выборы мэра. Вы сами выбираете себе одежду. Вы сами выбираете то, что смотреть. Вы сами выбираете, куда пойти. Почему кто-то должен за вас выбирать, кто будет управлять этим городом? А также опубликовала пост в Фейсбуке. Вот, серьезно, еще раз. Дебаты и пост. Все. И уголовное дело, и шесть конвоиров, наручники и до шести лет лишения свободы. Вы, наверное, думаете, что власти сделали экспертизу и установили, что она там на дебатах или в Фейсбуке призывала к чему-то такому страшному. Нет. Настю обвиняют не в содержании, а в самом факте дебатов и публикации. Преступление состоит в том, что Анастасия Шевченко, как и сотни других активистов, участвовала в движении «Открытая Россия». Ну, конечно, ведь «Открытая Россия», она добивается самого ужасного для власти. Это ее сменяемости. Добивается подконтрольности правительства нормальному, нормальному, а не вот нашему сегодняшнему парламенту. Она добивается независимости судов. Что может быть страшнее? Поэтому меры к активистам должны быть предприняты самые жесткие. Вот давайте вспомним, что случилось, когда следователи попытались допросить предполагаемого организатора убийства Бориса Немцова. А ничего не случилось. Они приехали в Чечню, постучались в дверь, им не открыли, и они уехали обратно. А вот, к примеру, как следователи действовали в отношении бывшего исполнительного директора «Открытой России» Тимура Валяева. На луле! На луле! Впечатляет разница? Да? А для Анастасии Шевченко следователь попросил, а суд согласился с домашним арестом на два месяца. И пусть вас не обманывает милое слово «домашний». Если вы не проворовавшаяся любовница министра обороны, то ваш домашний арест не будет в 13-комнатной квартире. И разрешения на прогулки по бутикам у вас тоже не будет. Настя Шевченко одна содержит большую семью. Троих несовершеннолетних детей и пожилую мать. Во время домашнего ареста она не сможет работать. Ведь ей нельзя покидать маленькую съемную квартиру. И дистанционно не сможет. Всю технику отобрали при обыске. А доступ в интернет и общение по телефону есть запрещено. Более того, Настя не сможет увидеть одного из своих детей. Инвалида первой группы, находящегося в условиях специального ухода. И следователь, и судья, они все об этом прекрасно знают. И тем не менее, они принимают псевдогуманное решение о домашнем аресте. Ведь, как сказал гарант соблюдения законности в нашей стране, в своем новогоднем обращении, мы должны быть гуманными. Ведь чужой беды действительно не бывает. А милосердие всегда откликается добром. Дарит радость соучастия. Уголовное преследование Анастасии Шевченко не только антигуманно и аморально. Оно полностью незаконно. Открытая Россия не может быть нежелательной организацией. Она, кстати, вообще в этом смысле не организация. Открытая Россия – это общественное движение, созданное российскими гражданами без юридического лица и существующее на средства российских граждан. что прекрасно всем известно. Что даже признавалось генеральной прокуратурой. Но сейчас власти предпочитают об этом не вспоминать. Я говорю о власти. Но в данном конкретном случае у власти есть конкретные лица, которые мы не должны забывать. Следователя, который возбудил дело, проводил обыск, держал Настю двое суток в изоляторе, запросил домашний арест. Так вот, этого следователя зовут Александр Александрович Толмачев. Запомните, пожалуйста. Это не абы какой-то провинциальный следак. Он сотрудник центрального аппарата Следственного комитета. Это вот те самые, кто на подпевках у Седова из ФСБ. Бастеркину ведь с Седовым заняться нечем. Один у нас Следственным комитетом руководит, а другой за контртерроризм теоретически отвечает. Эй, вы там. Уже разобрались? Газ в Магнитогорске взорвался? Сам или все же террористы шалят? Которую у нас уже все в сортире замочены. А что не рассказываете? Или могут пригодиться? Или трусите? Может, вы по пригожину делу размотали? А то ведь у нас на глазах изумленные публики наемников готовят в Молькино и потом гробят их в Сирии. А они, в свою очередь, гробят журналистов. Не, все лучшие силы у нас заняты посадкой бабы с тремя детьми за пост в Фейсбуке и дебаты в Таганроге. Фамилия подписавшего решение об аресте судьи – Осипов. Александр Васильевич Осипов. Запомните, пожалуйста. Он в своем постановлении указал, что суд учитывает наличие у Насти троих несовершеннолетних детей. Ну вот обвинение настолько тяжкое, что без ареста – ну никак. В своем решении судья Осипов привел загадочную фразу «Уголовное дело возбуждено мною». Напомню, у нас нет следственных судов, и поэтому уголовные дела судьи у нас не возбуждают. Эта фраза становится более понятной, если предположить, что судья Осипов, Александр Васильевич, просто скопировал ходатайство следователя и дословно привел его в своем решении. Вот вы думаете, что вам все удастся списать на приказ Бастрыкина? Огорчу. Нет. Персональную ответственность за исполнение заведомо преступных приказов никто не отменял. Я вот лично не забуду лично следователя Толмачева и лично судью Осипова за издевательство над Настей и ее семьей. Вот можете не сомневаться. Ваша безнаказанность не будет вечной. Конечно, и про Бастрыкина с Седовым мы не забудем. Дорогие друзья, происходящее с Настей Шевченко – это не только ее личная драма. Это не просто атака на открытую Россию. Хотя и это, конечно, так. Эта история касается каждого из вас. Цель власти – лишить голоса людей, которые говорят правду. Тех, кто протестует против вечной власти одних и тех же людей. Против несправедливости. Против того, что ресурсы целой страны служат горстки друзей президента. Против того, что все остальные лишены всяких перспектив и прав. Нельзя позволить, чтобы узурпировавшая власть группировка по своему усмотрению решала, кому позволено свое мнение, а кому нет. Распространяйте это видео и включайтесь в поддержку Анастасии Шевченко. До новых встреч! Продолжение следует...